Всем привет, меня зовут Кирилл, сегодня мы с вами сделаем вот такой вот бидон, вот для молока, наверное, вот, и хочу вас, прежде чем приступим, вам напомнить, что есть такая возможность, как зайти к нам в Дискорд и общаться с нами и со мной вживую, вне Ютуба, ну, кроме того, естественно, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии, но больше всего жду вас в Дискорде, у нас там весело, у нас там много и все друг другу помогают, а теперь начинаем Итак, приступим, для начала мы с вами создадим цилиндр, чтобы это сделать, надо нажать Shift-A, здесь выбрать мышкой Mesh-цилиндр и выбрать количество сечений, вот здесь в выпадающем меню, допустим, поставим 16 Посмотрим на наш цилиндр спереди, клавиша 1 на nump1 и в правом нижнем углу можете видеть клавиши, которые я нажимаю Предлагаю увеличить этот цилиндр в два раза, для этого переходим в режим редактирования, Tab, выбираем все, нажав клавишу A, но уже выбрано, но на всякий случай выберем еще раз Нажимаем S, то есть Scale и 2, то есть в два раза, и у нас цилиндр увеличился С помощью Z мы можем смотреть сквозь, точнее не сквозь, а в различных, в различном, так сказать, шейдинге То есть мы можем посмотреть на мир как на сеточку, как на превью с материалом, как на рендер и как на обычный Solid То есть это наш обычный рабочий вид в таком сермате А вот предлагаю посмотреть на все через сетку G, Z для того, чтобы поднять по Z и Control для того, чтобы с шагом по клеточке Вот, и ставим левую кнопку мышки Теперь нам нужно увеличить высоту Можно это сделать с помощью S, Z, но предлагаю взять верхнюю крышку Кнопка 3 на клавиатуре, выбираем полигоны, либо здесь мышкой трогаем Нажимаем точки, линии, G и полигоны, фейсы Вот, выбрали верхнюю крышку G, Z поднимаем наверх Давайте на 2,5 раза Нет, давайте на 3 Как-то так Или можно чуть опустить Мне кажется, что стоит немножко еще раздвинуть, расширить наш цилиндр Чтобы расширить, исключив увеличение по высоте Надо нажать S, Shift, Z То есть мы увеличиваем по всем осям, кроме Z И мышкой в сторону Примените левую кнопку мышки Ну и такими нехитрыми манипуляциями мы продолжаем создавать наш объект Следующим шагом мы проэкструдим верхнюю крышку вверх Экструд, это добавление новой геометрии С помощью клавиши E мы добавляем эту новую, так сказать, геометрию У нас выдвигается новый ряд полигонов И мы можем их, независимо от нижних полигонов, редактировать То есть мы выдвинули и S отскелили Вот, примерно вот так Можно чуть-чуть ниже Так, и еще раз экструдим вверх Примерно вот так Так, у нас получился бидончик небольшой Ну что-то напоминающее бидон Следующим шагом я сначала сделаю, наверное, крышку Чтобы сделать крышку мы можем использовать полигоны вот из этого цилиндра Я хочу взять вот этот полигон верхний, я выбираю его Shift-D мы дублируем P отделяем от этого объекта Теперь это верхняя крышка, независимый объект Теперь мы переходим в режим редактирования Tab-A Выбрать все S в скейл Немножко отскейлим Чуть-чуть И экструдим E наверх Потом делаем inner extrude То есть вставляем ряд полигонов вовнутрь этого полигона E или I на клавиатуре английская И вот у нас, получается, появляется вот такая вот штука То есть мы внутрь вставляем еще полигоны G и Z чуть приподнимаем Экструдим E S E S Теперь мы можем подправить всю эту форму Я хочу выбрать все полигоны, вот начиная отсюда Кроме вот этого ряда Нажимаем Ctrl Плюс Плюс на numpad Хотя можно еще сделать вот так Вид сверху 7 на numpad S Вот как-то так GZ И я хочу здесь немножко скосить Ctrl-B Нажимаем И у нас появляется вот такой скос Вот наш крышка Более-менее готова Так Предлагаю вот эти полигоны То есть мне вот этот edge круговой Сдвинуть вглубь Для того, чтобы выбрать круг EJ EJ Надо нажать Alt Зажать И выбрать левой кнопкой мышки Один из edge И у нас вот такой круг получится GG Нажимаем Два раза GG И у нас вот такой слайд происходит Вот Можно здесь GG Scale Просто подправляем форму нашей крышечки Есть подозрение, что она слишком высокая Давайте Добавим здесь торус Он нам, я думаю, подойдет здесь больше всего У нас появляется вот такой вот бублик Можно его здесь редактировать Предлагаю сделать, не знаю 16 сечений И 12 сечений Либо 8 Давайте 8 ставим, что ли Радиус Примерно вот такой Здесь что-нибудь вот такое И нам надо повернуть его По Получается Иксу На 90 градусов Вот так И можно его В принципе Все так и оставить Дальше мне просто понадобится Отрезать То есть мы в режиме редактируем Переходим Выбираем Нажимаем на клавишу 1 Либо вот здесь точечки Vertex Select И вот эти нижние точки Просто удаляем У нас остается только вот Верхняя половинка бублика Можно опустить Вот эти точечки Чуть-чуть вовнутрь Чтобы буквально Чуть-чуть утопить Для этого мы выбираем все Левую кнопку мышки GZ И утопили Теперь я скрываю Их клавиши H Для того, чтобы произнести Следующую манипуляцию Я хочу здесь немножко придавить Но при этом Не изменить вот нижние Точки Выбрали средние вот эти вертексы Нажимаем на пропорциональное редактирование GZ Вот так чуть-чуть придавили Еще можно их, наверное, отскейлить По всем осям Кроме X S Shift-X Нет Shift-X что дает нам? Угу Да, хочу так оставить Чуть-чуть это приподнять Теперь GZ Вот так хочу оставить Предлагаю еще нижний вот эти Круг вертексов Вот этот и вот этот Выбрать alt Зажали Выбрали Alt-Shift Выбрали второй Выбрали Individual Origins Здесь Для того, чтобы влиять На каждый вот этот круг Индивидуально И их отскейли Немножко Просто S Есть подозрение, что Слишком тоненько получилось Давайте мы выберем все Alt-S И Просто тянем вверх Вот так У нас она потом Сейчас стала Эта ручка Все Теперь мы можем Эту крышку Чуть-чуть приподнять Примерно так Выбрать снова Вот этот полигон Shift-D По Selection Отскейлим Так, чтобы Чуть-чуть вылезала За Крышку E Хотя лучше, наверное, не скейлить Так, а вот сделать Вот здесь E Нет, не так Этот надо утолить По-регону Я хочу вот именно Из цилиндра Вот из бидона делать E Z S Так Здесь, наверное, стоит Чуть-чуть опустить GG Вот так E И Даже еще чуть-чуть Scale Подправим И выберем Median Point Snap Вот этот С помощью снаппинга Можно прикреплять вертексы Точнее Выбранные нам Допустим Нам надо выровнять Вот эту полоску С вот этой полоской Выбрали снаппинг По вертексам GZ Выбираем любой вертекс И вот мы Прикрепились Готово Вроде все окей Следующим шагом Мы добавим тут Ручку Но есть подозрение Все еще Что Бидон Слишком тоненький Давайте выберем все Tab Выберем вертексы Вот верхняя И чуть-чуть Отпустим Вниз А вот этот Круг С Shift Z Чуть-чуть Вот так И давайте Снизу Для полноты Ощущения Сделаем Вот так Ctrl B И у нас будет Дополнительная Грань Дальше Что я хотел Это Ручку добавить Естественно Для того Ручку Мы здесь Сделаем Ушки Которые Ручка Про вставляется Набавим Куб Отскейлим Tab S S Z Примерно Так G Z Примерно Так И спереди И давайте Мы Все Делаем Во-первых G Чуть-чуть Задвинем Сюда Потом Отодвинем E X И вот так Выдвигаем Вперед Смотрю Примерно Вот на середку Вот этого Полигона Вот как-то Вот так Берем За эти Вертексы И GZ Поднимаем Потом Берем Вот эти Вертексы Они выбирают Полностью Весь полигон Как вы можете Заметить И экструдим Вот до сих пор И X Можно чуть-чуть Сжать Потому что Слишком толстый Получилось Вот как-нибудь Вот так Теперь Мне кажется Он не слишком Такой Хочется Чуть-чуть Квадратности Подпределить Ну как-то Вот так Наверное Какой-то он Большеватый Да GX А может А может И нормально Так Довольно Нормально Хочу здесь Пробить дырку Вот здесь Режим редактирование Выбираем Выбираем Фейс Селекшн Три Либо Три На клавиатуре Выбираем Этот Фейс Шифт С И ставим Курсор В него Курсор Курсор То Селект То есть Курсор Выбранный Теперь все объекты Которые будем создавать Будут появляться В этом месте Создадим Цилиндр Шифт А Меж Цилиндр То Хочу Восьми Гранный И По Иксу Повернем На 90 градусов Капсулок Включен Режим редактирования Отскейлин Так что он Пообъяснился В этом Так сказать Полигоне Вот Он пробивает У нас Насквозь G Y Выбираем Вот этот Куб Заходим В кладочке Есть замечательная Modifier Properties Add Modifier И выбираем Булион С помощью Булиона Мы можем Пробивать Дырки В геометрии И другим Другой Геометрии То есть Мы сейчас Цилиндр Мы пробьем Дырку В кубе Для этого Выбираем Вот эту Пипетку Кликаем На цилиндр И у нас Если скрыть Цилиндр То вот У нас Дырка Появилась Теперь нам Нужно Добавить Второе Ушко Для того Чтобы это Сделать Надо Поставить Пивот В центр Мира Либо в центр Бидона Чтобы в центре Мира поставить Shift S Курсор To World Origin Курсор Прыгает В центр Мира Теперь мы Выбираем Этот наш Объект Правая Кнопка Мышки Set Origin To 3D Курсор То есть Выставляем Пивот В 3D Курсор И он Оказывается В центре Мира Теперь мы Добавляем Модификатор Mirror Он Выставляется По Иксу Все У нас Правильно То есть Мы Из того Чтобы Моделить 2 Стороны Мы Просто Будем Моделить Одну И У нас Будет Получаться Хорошо Вот Опять У меня Подозрение Что Толстоватая Шея Может быть Надо Сделать Вот так Выбрать Все Отскейлить Смотрите Можно Отскейлить Следующим Образом Я хочу Чтобы Отскейлилась Не вот Вниз А как Чуть Как будто Вверх Давайте Попробуем Сделать Так Выберем Ряд Вертексов Shift S Cursor To Selected Наш Курсор Прыгнул В центр Круга Вот этих Вертексов Теперь Мы Выбираем Все Ставим Пивот От Чего Отталкивается Нашим Изменением От 3D Курсора S И он Вверх Так Сказать Меняется Вместо Того Что Низ И Это То Что Мне Нужно Вот Хочу Так Теперь Мы Можем Взять Ушко Режим Редактирования Вместе С Цилиндром Булиан Либо Примените Просто Булиан Смотрим Берем И Применяем Чтобы Не Зависит От Цилиндра От Лайк Есть Теперь Цилиндр Нам Не Нужен Можем Удалить Ушко Мы Просто Выдвинем Только Не От 3D Курсора А Медиан По Икс Сух Он До Сих Пор Только Почему Он Не Захотел Так Сделаться Выберем Так И Выдвинем До Сих Пор Пока Чуть Не Велезет Вот Так Хорошо Можно На самом деле Еще Ушко Задвинуть Ушко Ушко Икс Вперед По У И От Скейлим Вот Так Ручка Должна Быть Наверное Примерно С Ушко Давайте Так Теперь Мы Нажимаем Alt G Он Прыгнул Куда-то Туда Непонятно Я хотел В курсор Но он Прыгнул В центре Мира Ну Ладно Зато В центре Находимся Вот Здесь Размещаем Ручку Режим Редактирования Ctrl R Накидываем На него Loop Cut Чтобы Разрезать Посерединке Выбираем Крайние Вертекса Либо Эти Либо Эти И удаляем Добавляем Модификатор Mirror По IC Z Ставим Кнопочку Клиппинг Чтобы Они Не Разваливались Если Клиппинга Не Будет То Они Разойдутся Вот Теперь Одно Целое Сделаем Сейчас Из Этого Ручку Для Этого Мы Вытянем По Иксу Например До Сих Пор Накинем Здесь Loop Накинем Здесь Луп Подвинем Поближе Накинем Тут Loop Либо Давайте Сделаем Вот Из этого Scale Внутрь Ctrl B И Колесиком Мышки Накидываем Loop Здесь Берем Scale Здесь Берем Scale Здесь Берем Scale Мне кажется Здесь Островато Получилось Поэтому Делаем Вот Так G G G G G Так Конфетка Какая-то Получилась Да Как будто Fantic И Так Примерно Ручка Будет Теперь Нам Нужна Металлическая Скобочка Которая Сюда Протягивается Как мы Ее Сделаем Предлагаю Сделать Ее Из Допустим Plane Создаем Plane Поворачиваем По Y На 90 Градусов Размещаем Вот Здесь Scale Только Я хочу Не вот Так Чтоб А Вверх Вот Так Scale 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 G Z Теперь давайте Ctrl A Scale Потому что Мы меняли Размер Не в режиме Редакцирования А в режиме Объект Надо всегда Применять Потом Scale Теперь Мы что Сделаем Мы удалим Face X Only Faces Вот Мы удалили Only Faces Теперь Мы отсоединим Вот этот Вертекс Выбираем V Все Выбрал Свою Отсоединился А вот Давайте вертекс Возьмем Ctrl B V Scale Еще G Давайте Подключим Снаппинг G Y Здесь Выбираем Edge Subdivide Добавляем Еще Одну Точку Смотрим Так Так И нам Нужно Это Все Отэкструдить Так Чтобы Ctrl Зажимаем И правая Кнопка Мышки Сейчас Мы ее Приведем В порядок Так 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 Теперь Чтобы Увидеть Толщину Но Давайте Сначала Сделаем Следующее Все Вот эти Углы Мы Сгладим Просто Подразделив Эти Вертексы Ctrl B V Ctrl B V Ctrl B V Здесь Нужно 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 Теперь Мы Создаем Из этого Давайте Object Convert To Curve Превращаем Это В кривую И Вот Здесь У нас Появляется Вкладка Object Data Properties Здесь Geometry И Depth Выставляем У нас Начинает Нарастать Наша Петелька Вот Ctrl 3 Смотрим Как она Попала Можно Не ее Поправлять А Поправить Вот Ручку Здесь Можно Чуть Выдвинуть По Иксу И Ctrl B Сделать Чтобы Так Правда На Референсе Не Видно Что Тут Происходит Нашел Другой Референс Там Там Вот Так Ничего И Тут Она Не Вот Так Прямая Немножко Вот Здесь Надо По Три Точки Поправить Том Вот Так То есть Идет Прямо Выпрямить Раз Дальше Идут Три Прямые По Другому По Иксу Потом Они Здесь Кривляются И Уходят Вовнутрь Ставим Курсор Точнее Пивот В курсор Set Origin Тут 3D Курсор Добавляем Модификатор Mirror По Z У нас Появляется Такая Петелька Да Теперь Давайте Засмузим Это Все Либо Либо Еще Что Что Можно Еще Добавить Что Тут Добавишь Есть Подозрение Что Вот Эта Ручка Мелковата Выберем Вот Эти Все Штуки Опустим По Z Z Z Выберем Вот Это Отпустим По Z Еще Раз Выберем Здесь Отпустим По Z Есть Теперь Мы Отпустим 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 С И по X Надо Быть Ее Хотя Не так Норм Но Большеват Давайте Покрасим Это Делаем Она На Картинке У меня Белая И Еще Была Картинка Опять же Белая Шейт Справа Выбираем Левая кнопка мышки Господи Сейчас Я Это Погашу Дурацкий Трактор Выбрали Левую кнопку мышки Правой кнопкой мышки Нажимаем Шейт Смуз Выбираем Здесь Авто Смуз Здесь У нас есть Object Data Properties Хотя Она Что так Называется Нет Ничего Object Data Properties Normals Авто Смуз И ставим Допустим 30 60 Здесь Тоже Самое 6 Смуз Авто Смуз 60 6 Смуз Авто Смуз 60 Хотя Наверное Стоит И Поиграться Типа 45 35 30 Вот Вот это я хочу Чтобы было Грани Выбираем Грань Alt Левую кнопку мышки Правой кнопки мышки Mark Sharp И мы отмечаем Как острый угол У нас вот такой Появляется Грани Выделено Здесь мы можем Подразделить Control B 45 Так Трактор Ездит И ездит Даже Здесь 30 Допустим Нет Ну Давайте Оставим Так Мы Просто Можем Подразделить Control B Смысл Был Этих Трецентки Непонятно Я хочу Сделать Гладенькое Все-таки Давайте Сделаем Гладенькое Вот Такое А здесь Не Гладенькое Отскейлили Получается Здесь Можно Mark Sharp Сделать О А здесь Станы Как-то Получилось Надо Еще Отскейлить S6 Вот Так Еще Здесь Давайте Отскейлим Выберем Вот Опять Нижние Вертексы И Отскейлим По Иксу Только Individual Origin S X И Вот Так Нравится Мне эта ручка Давайте удалим ее Заново Сделаем Сюда Сделаем Меж Цилиндр RX 90 Удалим Вот Этот Эти крышечки Faces Сожмем По Y S Y Примерно Вот Так S Z Примерно Вот Так Удалим Здесь Faces S Scale G Z Теперь Мы Добавим Модификатор Solidify Для Толщины Even Thickness Even Thickness Чтоб По всему Азинаку Был И Добавим Even Thickness Shade Smooth Auto Smooth 50 S X Ой G X Давайте Эту Часть Часть Удалим Набавим Нотификатор Mirror Clipping GX Все Обидон Практически готов Здесь Shade Smooth Auto Smooth Shade Smooth Так Надо провести Object Convert To Mesh Так Auto Smooth 60 И 106 Smooth Auto 60 Ну и Все Давайте Создадим Просто Здесь Play Mesh Play S100 Добавим Shift A Камера Так Вид спереди Вот так Камера Просто Ctrl Alt 0 G Z Так Eming Bloom Screen Render Shift A Mesh Light Area Light G Z Побольше 1000 Цвет Земли Какой-нибудь Темный Render Resolution 1600 На 1200 Мне нравится Цвет Здесь Белый Как ни крути И Наверное Roughness У него Не такой Высокий У всего Будет Белый Пока Что Дальше Здесь У нас Будет Черная Вот такая Губа Так Скороем Выбираем Так Ctrl Plus 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 Material Assign New Выбираем Практически Черный И Roughness Тоже Там 0 150 Дальше H Здесь У нас Будет Металлическая Штучка Вот эта New Metallic Чуть Серый Чуть Было Без Ну Roughness Ну Какой Есть Маловинка Материал И это У нас Дерево Материал Примерно Какой-нибудь Такой Цвет Можно Потемнее Дерево Да И все Давайте Выстрою Свет Цвет Точнее Свет И Рендер Дерево Спасибо Что вы Смотрели Это видео До конца Надеюсь Что вам Все Понравилось Надеюсь Что у вас Все Получилось Можете Делиться Своими Результатами Нашим Дискорд Каналем Ссылочку Найдете В описании Даже Если у вас Не получилось Пишите Там же И Либо я Либо Другие Ребята Помогут Вам Добиться Нужным Результатом Ну А на Сегодня Все Подписывайтесь Приходите На Живые Трансляции Приходите В мой Дискорд Оставляйте Комментарии Ставьте Лайки Поддерживайте Канал С вами Кирилл До скорых Встреч И Пока Пока